Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос от Виктории. В Евангелии говорится о том, каким должен быть пастырь добрый. А как понять, есть ли пастырь злой? И что делать в случае, если таким пастырем окажется ваш духовник? Бывают ли среди священнослужителей манипуляторы? Как правильно вести себя мирянину, оказавшись в такой неловкой ситуации, как принудительное пожертвование? Вот, наверное, с этой последней фразы стоило начать эту череду вопросов, потому что, возможно, она лежит как раз в основе всего того, что было сказано вначале. Действительно, на обратной стороне пастырства доброго стоит пастырство злое. Господь в этой же речи о пастырстве Евангелия Тавана говорит, что на обратной стороне этого пастырства вор и разбойник, который не родит об овцах. А если видит какую-то скорбь приближающуюся, убегают и разбегаются овцы. К сожалению, проблема существует. Есть в нашей среде священники, которые скорее ведут не душу попечения, а душу помрачения. Периодически то здесь, то там всплывают новости о запрещении в служении, лишении сана того или иного священника, который до этого обладал, можно так сказать, непоколебимой репутацией и мощнейшим авторитетом в том или ином регионе. А то бывает даже и по всей стране. Но иногда, слава век всего, помрачает пастырский ум. Не будем как-то конкретизировать и говорить о том, что это проблема всеобщая. Это исключительная ситуация. Но если говорить о процентном соотношении, вспоминается мне библейская математика. Среди апостолов, перед 12 апостолов, один был предатель. Вот, может быть, среди нас, может быть, тоже, как каждый 12-й с душком. Но не знаю. А если припомнить всех моих друзей, священнослужителей, а их сотни, достойнейшие пастыри. Так что, может быть, даже не каждый 12-й. Может быть, эта пропорция с каждым столетиям становится все меньше и меньше. Пока Земля не превратится в филиал Царства Божьего на Земле. Ну, мечты, мечты. А давайте вернемся к некоторой конкретике. Что же делать, когда святой Духоник вдруг перестает вызывать доверие? Обязан ли ты до конца дней своих все равно слушаться Его, подчиняться Ему и быть рядом с Ним, когда у тебя нет внутреннего доверия к Нему? И ты чувствуешь, что Тоба манипулирует. Нет такого, друзья мои, закона, который обязывает вас относиться к священнику как к отцу и матери. Вот какие есть, такие будут до конца дней твоих. Пусть он и отец, но все-таки духовный отец. Если духовного единства нет, то вам не запрещено ходить в другой храм или общаться на духовной теме с другим священником в этом же храме. Хотя, мне кажется, уже будет сложнее не попадаться на глаза вашему уже бывшему духовнику. Можно менять духовника. Они не пожизненные. И даже если вас будут попрекать в чем-то и навязывать чувство вины, это, как вы сами правильно написали, самая откровенная манипуляция. К сожалению, некоторые пастыри пытаются надавить на чувство ответственности, на чувство вины в своих духовных чад. И иногда прямо, как вы пишете, настойчиво требуют пожертвования то или иное. Но, может быть, батюшка был немножко в словах некорректен и не сдержан. Может быть, он настолько привык к тому, что вы помогаете всегда, что уже не в форме просьбы выразил пожелание, чтобы вы на что-нибудь ему пожертвовали, на восстановление храма или на покупку утварей, не знаю, на содержание воскресной школы, на ремонт храма. Что уже прямо сказал, не могли бы вы, а сказал, дай. Ну, раз, допустим, всегда давали, то просто он немножко расслабился и на повороте съехал в кювет. Может быть, к нему не стоит быть настолько суровым, а проявить некоторое снисхождение. Но отмотаю назад и напомню, что есть такие горе-пастыри, которые превращают свой приход в такую небольшую секту и манипулируют сознанием общины и людей, которым доверяют. И он может быть убеленным сединами, он может быть десятки лет статью прихода, но все равно все это вписывается в рамки осуждаемого церковью молодостарчества. Когда человек обладает формальными внешними признаками прозорливого старца, богу годного священнослужителя, но по сути он просто играет роль. Бегите таких людей. К счастью, в этом году, в прошлом году церковь, можно сказать, стала пристальнее смотреть за такими священнослужителями и при наличии достаточного количества жалоб и проявления их неадекватного поведения уже в соцсетях реагируют жестко и быстро. Меняйте духовников, если вы видите, что ваши отношения зашли в некоторый тупик. Это не запрещено. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!